Здравствуйте, уважаемые студенты! Я Шамбулова Гульнара Дусамбековна, сеньор-лектор кафедры технологии продуктов питания. Мы с вами будем изучать дисциплину «Технохимический контроль и управление качеством на предпятиях общественного питания». Тема сегодняшней лекции – качество продукции и формирующие факторы. По плану лекции будем рассматривать следующие вопросы. Первое – это качество и показатели качества пищевых продуктов. Второе – это факторы, формирующие качество продукции. Качество пищевых продуктов – это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность для удовлетворения определенных потребностей в соответствии с назначением. Свойства продуктов – это объективная особенность продукции, проявляющая при ее создании, оценке, хранении и потреблении. Свойства продукции могут быть простыми и сложными. Простое свойство характеризуется одной особенностью, например, кислотность продукта, жирность продукта, а сложное свойство – это комплекс особенностей, проявляющихся совокупности. Например, пищевая ценность продуктов питания, включающая целый комплекс свойств, как энергетическую, биологическую, физиологическую, ну и иногда и даже усвояемость. Показатель качества продукции – это количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество. По количеству характеризуемых свойств показатели качества могут быть единичными, комплексными, определяющими, интегральными. Единичный показатель качества продукции – это показатель, характеризующий одно из свойств. Например, влага определяется в процентах, кислотность продукта определяется в градусах, органолептические свойства, как вкус, внешний вид, определяются в баллах. Комплексный показатель – это показатель, характеризующий несколько свойств продукции или одно сложное свойство, состоящее из нескольких простых. Например, комплексным является широко применяемая система вшественного питания показатель, как кулинарная готовность, под которым понимается определенное состояние блюда, которое характеризуется комплексом физко-химических, структурно-механических, органолептических свойств, делающий его пригодность к употреблению. Также комплексным является показатель качества кулинарной продукции – пищевая ценность, которая характеризуется содержанием белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, то есть энергетической ценностью и органолептическими достоинствами. Определяющий показатель качества продукции – это показатель, по которому принимают решение оценивать качество продукции. Например, необходимо оценить качество кулинарного изделия по совокупности свойств показателей, качества которых выражается в баллах. Каждый показатель может иметь один из пяти баллов. Это может быть «отлично» – 5 баллов, «хорошо» – 4 балла, «удовлетворительно» – 3 балла, «плохо» – 2 балла, иногда может быть и «неудовлетворительно». Процесс оценки качества для каждого показателя определяется коэффициентом весомости. Коэффициент весомости показателей качества продукции – это количественная характеристика значимости данного качества продукции среди других ее показателей качества. Коэффициенты весомости могут определяться социологическими и экспортными методами, а также на основе анализа влияния данного показателя качества продукции на эффективность ее потребления или реализации. При установлении коэффициента значимости экспорты руководствуют принципами, для какого блюда, какой показатель качества является наиболее важным. Например, для суп-пюре это консистент. Интегральный показатель качества продукции определяется как отношение суммарного полезного эффекта от потребления к суммарным затратам на ее создание и потребление. Для продукции общественного питания в качестве примера такого показателя можно привести такие показатели, которые отражают процент соответствия показателей аминокислотного или химического состава продукта сбалансированного питания. Например, рисовая крупа по белку отвечает формуле сбалансированного питания на 7%, а рыба треска на 78%. По способу выражения показатели качества могут быть в натуральных единицах и стоимостных единицах. По оценке уровня качества показатели подразделяются на базовые, относительные, номинальные и предельные. Базовое значение показателей качества это значение, принятое за основу при сравнительной оценке качества продукции в качестве базовых значений могут приниматься значения показателей, которые заданы в требованиях на продукцию. Относительное – это вычисляя отношение значения показателя качества оцениваемой продукции к базовым значениям этого показателя получают относительное значение, которым удобно пользоваться при сравнении фактических значений с базовыми значениями показателя качества продукции. Номинальное значение показателя качества – это регламентированное значение показателя качества продукции, от которого отчисляется допустимое отклонение. Номинальное значение приводится в нормативных документах, применяемых в фальшивственном питании. Например, установлена масса кусочка мелкокусковых полуфабрикатов. Например, допустимое отклонение для АЗУ может быть 25%, для поджарки, бифстроганов, плова 15% в каждой единице упаковки. Предельное значение показателя качества – это наибольшее и наименьшее регламентированное значение показателя качества продукции, приведенное в нормативных документах и используемое при контроле качества продукции. Предельные значения могут быть максимальными и минимальными. Например, максимальное предельное значение – содержание жира в костном бульоне – не более 1%, а минимальное – это содержание сухих веществ в беточках картофеля – не менее 23%. По стадии определения можно классифицировать следующие показатели – это прогнозируемые, проектные, производные, эксплуатационные. По характеризуемым свойствам продукции применяют следующие группы показателей. показатель назначения, показатель экономические, надежности, эргономические, эстетические, технологические, транспортабельности, стандартизации и унификации, патентно-правовые, экологические, безопасные. Теперь даем для каждого характеристику. Показатели назначения характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции для выполнения которых она предназначена и обуславливает область ее применения. Экономические показатели отражают затраты на разработку, изготовление, хранение и реализацию продукции. С помощью экономических показателей оценивают технологичность продукции, уровень ее унификации. Показатели надежности характеризуют сохраняемость пищевых продуктов и зависимости от условий их хранения и реализации, что требует установления гарантных сроков хранения пищевых продуктов и отражения их нормативных документов. А для нестандартизованной продукции сохраняемость качества регламентируется санитарными правилами и нормами, утвержденными здравом. Эргономические показатели характеризуют гигиенические, физиологические, технологические и психологические требования, предъявляемые к продуктам. Показатели используются при определении соответствия продукции, физиологическим потребностям человека, пищевых веществах и энергии. Используются при оценке качества продукции для диетического и лечебного питания. Психологические показатели применяют при определении соответствия продукции психологическим особенностям показателям. Эстетические показатели характеризуют выразительность, оригинальность и гармоничность продукции, требования к внешнему виду, форме, цвет, прозрачности, для мутности ограничения в нормативных документах на отдельные виды продукции обшественного питания. Показатели технологичности характеризуют трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость производства продукции. Технологичность производства продукции обшественного питания зависит от состава структуры сырья и готовой продукции, рецептуры и технологии используемого оборудования, режимов и способов кулинарной обработки и других факторов. Показатели транспортабельности характеризуют возможность перевозки продукции транспортом, полнотой из полтейнеров. Показатели стандартизации и унификации характеризуют степень изготовления стандартизированных продуктов. Патентно-правовые показатели характеризуют степень новизны продукции и соответствующие оформления этой новизны патентами или лицензиями. Экологические показатели характеризуют вредные выбросы в среду при изготовлении обращения и продукции. Показатели безопасности характеризуют защищенность обслуживающего персонала от поражения при производстве факторов, формирующих качество продукции. К факторам, определяющим показатели качества пищевых продуктов, относятся гигиенические свойства продукта, физиологическая ценность продуктов, органолептические свойства продукта, энергетическая ценность, химический состав продукта и физические свойства продукта. Гигиенические свойства – это отсутствие вредных токсичных веществ. В продуктах не должно содержаться патогенных микроорганизмов, плесневых грибов, вредителей, а также возбудителей болезней. Физиологическая ценность – это сбалансированное содержание в пищевых продуктах усвояемых веществ. Участвующие в основном обмена веществ в организме. Энергетическая ценность – это количество энергии, получаемое при использовании в пище определенное количество пищевого продукта. Это количество можно определить по содержанию в ней жиров, белков, углеводов. Можно определить, умножив их содержание на энергоспособность каждого из них. Например, для жиров – 37,7 кДжоуля, для белков – 16,7 кДжоуля, для углеводов – 15,7 кДжоуля. Химический состав продукта – это правильное соотношение, содержащиеся в пищевом продукте белков, жиров и углеводов. Считается, что оптимальное соотношение этих продуктов должно быть 1, 1 и 4. Органолептические свойства продукта – это свойства, определяемые органами чувств человека. Это может быть внешний вид, консистенция, вкус, запах и аромат продукта. Ассенсорная или органолептическая ценность тесно связана с усвояемостью продуктов. Продукты, имеющие в своем составе разложившиеся органические вещества, обладают, как правило, низкими вкусовыми свойствами. Физические свойства продукта – это цвет, внешний вид, форма, размеры, прочностные характеристики тканей пищевых продуктов. Здесь мы рассматриваем схему формирования качества продуктов. Качество технологического процесса зависит в основном от качества исходного сырья и от качества оборудования. Качество продукции в основном зависит от качества методов контроля и от качества рецептуры, от качества метрологического обеспечения, от качества хранения, транспортирования и реализации. Все это нам дает качество труда. Стандарты на пищевую продукцию отражают следующие вопросы. Технические требования к продукции, правила приемки, методы контроля, испытания и анализа. Существуют также стандарты на типовые технологические процессы, стандарты на термины и определения. Особое место занимает стандарты на методы оценки качества продукции. Для этого существуют стандартизированные методы анализа продуктов. Действующие стандарты периодически перерассматриваются, и устаревшие заменяют новыми. Здесь вы можете ознакомиться с литературой, которой вы можете готовиться по этим лекциям. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...